добрый день сегодняшний блог мы хотели бы посвятить следующей мысли и поделиться следующей идеей дело в том что с нами произошел очень интересный и приятный факт что произошло ну вам известно что последнее время последний год мы записываем дав а юми ежедневный лист алмуда начали работать проектом еще год назад и вот 5 января вышел первый урок и вот уроки публикуются баруха шем есть хорошие отзывы люди учатся люди говорят что им интересно что им нравится есть очень хороший фидбэк то что называется отдача баруха шем мы благодарим всевышнего за эту заслугу за эту возможность преподавать людям тору благодарим наших слушателей зрителей которые учатся вместе с нами но что интересно что мы обратили внимание на такой момент это мы на этом и обращали внимание еще когда формат наших уроков был уроков был не лист в день а просто полчаса гемора в день то программа которая идет там есть несколько шесть трактатов на видео уроков вы можете посмотреть мы часто видели что мы вроде бы случайно учимся ну как бы случайно спонтанно как бы идем листик за листиком страничка за страничкой и вдруг оказывается что вот какая-то тема из недельной главы или какая-то актуальная тема она сейчас гемора нам ее рассказывает разъясняет поясняет и мои ученики которые там находятся за кадром иногда там на этих уроках они задавали вопросы вы их слышите всегда так сказать очень забавлялись очень любили обратить на это внимание смотрите ромендель опять так сказать как бы на дельная глава в нашей учебе и мы всегда так сказать этому веселились этому радовались вот почему нам нас это всегда забавляло в таком хорошем смысле это это говорит о том что как написано у хида рабе хаймдовид азулай азон пишет что это означает если человек учится спонтанно по порядку то сказать своего своей учебы встречает какие-то актуальные вопросы связанные с недельной главой с другой актуалей это говорит о том что его учеба она угодно всевышнему я это слышал от имени хатам софер также от имени виленского гаона в общем с разных разных сторон есть такая традиция что это очень хороший знак я это называю как бы такая улыбка всевышнего и вот на этой неделе мы готовим уроки уже по трактату шаббат и идем и по порядку и вдруг в среду то есть в среду на этой неделе мы находим что у нас мы находимся на странице 86 а и там обсуждается 19 глава книги шмот это чтение торы на рыве и на среду этой неделе то есть недельная глава у нас и тро дарование торы мы в во время головы дарования торы опять доходим совершенно случайно вроде бы на первый взгляд в нашей учебе до темы дрова не тора в трактате шаббат на страницах пей вов пей займ и пей хэд да это те страницы на которых как раз это вот разбирается эта тема дарования торы датирование когда они пришли в мид бар сина и в пустыне сина и в рошхо дышь по всем мнениям а было ли это ем решен первый день недели ильям шини второй день недели спор рабе оси мудрецов когда получили тору в шаббат по всем мнениям это было шестое сиваны или это было седьмое сиван все это обсуждается на этой теме то есть мы опять встречаемся с этим фактом и воспринимаем в этом улыбку принимаем эту улыбку всевышнего который показывает что эта учеба угодно перед ним мы благодарны ему за это очень очень благодарны и хотим сказать еще одну важную мысль что возможно те люди которые начали с нами учиться и они пока еще не столкнулись с этим фактом и могут сказать ну вот может быть ваша учеба да а наша учеба нет или мы еще этого не чувствуем на самом деле мы должны знать что то что когда мы готовим эти уроки и вроде бы совершенно спонтанно находимся на этом листе это означает и вдруг мы встречаем такие улыбки всевышнего эти улыбки всевышнего они из-за вас всевышнему угодно эта подготовка потому что вы изучаете его тору потому что не только мы изучаем его тору а потому что вы вместе с нами изучать эту тору всевышнему очень важно это коллективное изучение торы которые на самом деле даже тем людям которые не могут прийти на урок находится в местах где нет центров изучения торы они хотят поучиться утром и вечером потому что наши уроки разбиты на у 1 2 на 2 страницы можно полчаса поучиться утром полчаса учиться вечером и выполнить закон торы устанавливать себе время изучения торы утром и вечером в общем что мы хотим сказать что эти улыбки они для вас для всех всевышний хочет нашей с вами торы не только моей лично не только наших слушателей которые находятся в студии не только наших операторов и технического отдела который готовит эти уроки всевышний хочет всей нашей торы всех тех людей которые смотрят наши уроки мы ему за это благодарны большое спасибо продолжайте держитесь до файлами то марафонская дистанция присоединяйтесь мы ждем всех и не мы ждем всех ждем всех всевышний ждет вас всех в постижении его бесконечной мудрости первым шагом будет до файлами ежедневный лист талмуда который будет сопровождать вас и давать вам помощь всевышнего на протяжении всего дня учитесь постигайте растите